Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ. В эфире программа «Политэкономика для всех». Программа, в которой мы говорим о политике, мы говорим об экономике и их взаимосвязи. Сегодня в студии наш постоянный гость и мой ведущий Валентин Юрьевич Катасонов. Валентин Юрьевич, сегодня тема нашей программы «Валютные войны, судный процент» и «Конец судного процента» и «Судный процент, переходящий в судный день». Собственно, вот заявленная тема, она звучит достаточно так, это угрожающе, но тем не менее события, которые происходят, являются предвестниками именно таких неординарных событий. Начнем наш разговор с валютных войн, войн, на которых не стреляют снаряды, не летают ракеты, но по результатам которых начинают летать и ракеты, и снаряды. Потому что многие валютные войны заканчиваются кризисами, а кризисы разрешаются через войну. Ну вот, в наших СМИ очень много говорят, что на Россию напали и против России ведется валютная война. Некие спекулянты захватили наш валютный рынок, обвалили курс рубля и ведут против России вот такую вот войну для того, чтобы разрушить нашу экономику. На ваш взгляд, вот валютная война, она именно вот так проявляется, или есть какие-то другие проявления, или это всего лишь какая-то одна из граней? Вот то определение валютной войны, которое вы сейчас дали, оно не особенно афишируется, не особенно тиражируется. 90% информации о валютных войнах в средствах массовой информации – это политика государства по понижению валютного курса национальной денежной единицы для повышения конкурентоспособности своего экспорта. Ну, скажем, подозревают Китай в том, что он начинает проводить валютную войну, и многие страны периферии мирового капитализма понижают свои валюты. Вот об этом говорят, и дядя Сэм часто грозит пальчиком и говорит, вы ведете валютные войны, вы нечестную войну ведете. Вы должны револьвировать, юань. Да, мы вас накажем за это дело, хотя на самом-то деле для хозяев Федеральной резервной системы именно это очень не нужно, потому что доллар по отношению к другим валютам должен быть валютой с повышающимся курсом. То есть это некие таракани-бега, я имею в виду работы на понижение валютного курса, но все эти таракани-бега вроде бы как решают временные национальные экономические проблемы, но в конечном счете они работают на хозяев денег, потому что это самый простой способ обеспечивать стабильный и даже повышающийся курс американского доллара. Вы хотите сказать, что для России это большое благо, что курс рубля обвалился? Нет, ни в коем случае. Но вы говорите, что правительства стремятся понизить курс национальной валюты, чтобы повысить свою конкурентноспособность. Да, совершенно верно. Но у нас все по-другому. То, что вы описали, это совершенно другой тип валютной войны. Когда операция по неплавному понижению валютного курса, а по обвалу национальных денежных единиц планируется извне, проводится акция по консолидации больших капиталов, которые заводятся в страну и моментально выводятся. То есть идет такой отъем ресурсов, денег, капиталов? Это уже действительно война. Это война, которая планируется на высших уровнях. В отличие от, скажем, валютной войны как плавное и планомерное понижение курса, это чисто... Ну, это Китай. Это Китай, да. А вот российский случай, я имею в виду обвал рубля в 2014 году, это в чистом виде именно война. Это вот дестабилизация социально-экономической ситуации в России. И мы на этой войне проигрываем? Ну, собственно, мы понесли серьезнейший ущерб в декабре 2014 года, потому что это был обвал рубля. Причем этот обвал рубля никто его вроде бы и не ждал в России. То есть средства массовой информации таким образом дезориентировали, дезинформировали нашу общественность, что... Я, например, помню, в 2014 году некоторые эксперты говорили, что в России не может быть обвала рубля, потому что у России очень большое активное сальдо платежного баланса. И кто эти эксперты? Ну, кто? Наши экономические либералы. Это высшая школа экономики, например. Как в фильме говорили, имя сестра, имя? Ну, научный руководитель господин Ясин. И, как говорится, имя им Легион. Имя им Легион, да. Но ведь они же фактически и сегодня продолжают управлять нашей экономикой и нашими финансами. Безусловно, безусловно. Но я вот теперь хотел перейти действительно к тому типу войны, который сегодня слабо обсуждается. Просто вы дали такое универсальное определение, я говорю, что есть два типа войн. И вот настоящая война, это как раз та война, которая была спланирована против России и была реализована в виде этой операции по обвалу рубля в декабре 2014 года. Хорошо, но вот сейчас рубль стал укрепляться, последовал вверх вместе с ценой на нефть. Может быть, это была все-таки атака не на рубль, а последствия падения цен на нефть и зависимости нашей экономики от нефтяной иглы? Игорь Валентинович, мы эту тему уже обсуждали, я еще раз держу в памяти. Значит, в начале 90-х годов Российской Федерации было предложено сконструировать такую денежно-кредитную систему, в которой важнейшим элементом является бассейн. Но это образно, это международные резервы. Советники из Международного валютного фонда и прочие западные консультанты говорили, что если у вас будет такой бассейн, то вы тогда не будете зависеть от колебаний цен на мировом рынке, чего бы там ни было, потому что вы будете включать нижний краник и регулировать струю таким образом, чтобы был стабильный курс рубля. На момент обвала у нас был гигантский бассейн, который действительно позволял никак не зависеть от каких-то конъюнктурных колебаний, цен на черное золото, просто на золото, на что угодно. Даже на интенсивность и направление движения капитала. У нас был гигантский бассейн. И я помню, в 2014 году даже уже... Кто выпил воду из этого бассейна? А никто не выпил, просто никто не включал краник и все. А нам повесили макаронные изделия на уши и сказали, что обвал произошел в результате понижения цен на черное золото. А зачем вы тогда конструировали этот бассейн? А этот бассейн надо было конструировать для того, чтобы наполнить его валютой, прежде всего американским долларом, таким образом создать дополнительный спрос на продукцию печатного станка ФРС. Вот вы сказали наполнить американским долларом, то есть по факту поддержать его статус мировой резервной валютой. Конечно, 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 да. То есть это основное назначение бассейна, который нам предлагали создать? Конечно, по всему миру созданы эти бассейны. Эти бассейны называются международные резервы центральных банков, суверенные фонды. И ребята из Международного валютного фонда и всякие яйцеголовые от экономического либерализма, они конструируют новые и новые элементы этой системы для того, чтобы заполнять новые емкости. А может, они созданы для того, эти бассейны, чтобы ими не пользовались? Ведь если начнут ими пользоваться, как продекларировано, ведь это приведет к тому, что доллары будут снова вытекать. А ведь надо, чтобы они только накапливались, но никак не вытекали. Конечно. И поэтому Центральный банк Российской Федерации четко понял свою роль и место в мировой финансовой системе. Втекать должно, а вытекать нет. Поэтому у Центрального банка были все возможности для того, чтобы купировать вот эти игры финансовых спекулянтов на российском рынке. Но они не купировали. Они закрыли глаза и сделали, что они ничего не знают, не видят, не понимают. Валентин Юрьевич, но тем не менее у нас существенно упали золотовалютные резервы. Если мы посмотрим золотовалютные резервы 2014 года и сегодняшние, там разница в 200 миллиардов долларов. Так поймите. Обвал рубля произошел в результате мощного оттока коротких спекулятивных денег. Так называемый иностранный капитал. Иностранный капитал заходит в Россию, на входе он меняет валюту на рубли. На выходе происходит обратная операция. Обратная операция – это вот они из бассейна получают свою долю жидкости. И с этой жидкости они уходят за границу. Знаете, вот наша тема – все вокруг воды и кто ее выпил. Некоторые конспирологи, наверное, уже строят версии, кто выпил. Нам эта вода вообще не нужна. Она отравленная. Она нам не нужна, эта вода. А что тогда нужно нашей экономике в валютной войне? Если идет война девальвации национальных валют, если, чтобы получить доступ на сужающиеся международные рынки, если идет вот такая неустойчивость, что нужно России. Мы с вами не раз говорили, что золотой стандарт – это губительно. Но как тогда выстоять в этой валютной войне? Я могу начать с конца. Государственная валютная монополия. Государственная монополия внешней торговли. Ну, с конца. А теперь я вернусь к сегодняшнему дню. Я думаю, что тема валютной войны прозвучала из ваших уст, наверное, в связи с статьей господина Бастрыкина, руководителя Союзного комитета. Потому что сегодня все об этой статье говорят. Ну, знаете, мы с вами уже говорили о господине Бастрыкине, и, в общем-то, уже пришли к консенсусному мнению, что это, наверное, единственный не офшорный у нас чиновник. Да. Потому что офшорный чиновник такого написать не мог. Так, более того, у меня даже есть целый файл заявлений наших чиновников, которые чуть ли не коклятвенную мантру говорят, ни при каких обстоятельствах ограничения на трансграничное движение капитала мы вводить не можем. И в какой-то момент времени я понял, что все те чиновники, которые произносили эти мантры, это и есть офшорный аристократик. Ну да. А вот Бастрыкин, судя по всему, не принадлежит к этому классу, и поэтому он... Он легко готов взять под контроль трансграничные операции. Ну, понятно, что он все-таки совершил достаточно мужественный поступок, потому что вся эта братья наверняка на него озлобится, и я думаю, что какие-то неприятности у него могут возникнуть. И я думаю, что они возникнут. Да. То есть у главы Следственного комитета, скажем так, его позиция по ограничению финансовых спекуляций и вот... Так самое главное, я хотел... Перетоку воды из бассейнов в нужные частные бидоны, это, в общем-то, покушение на святое. Так Бастрыкин впервые за многие годы, я имею в виду, не какие-то рядовые эксперты, а именно чиновник такого уровня, озвучил рекомендацию, меру средства борьбы с этими обвалами российского рубля. Введение ограничений или запретов на трансграничные движения капитала. Что у нас за страна такая? Следователь занимается экономикой, директор мебельного магазина занимается обороной, специалист по сельскому хозяйству, занимается медициной, специалист по медицине сельским хозяйством. Вот примерно такой у нас перевернутый мир. Но это еще не самый худший вариант. Самый худший вариант, если это человек, который занимался медициной, сегодня занимается сельским хозяйством, конечно, потребуется некоторое время, чтобы въехать. Но самое-то главное, он офшорник или не офшорник? Потому что если он офшорник, он вообще ни во что не вникает. Он просто ретранслятор неких управляющих сигналов оттуда. И чтобы обеспечить переток воды в свой личный бетон. Конечно. Из-за общественного бассейна. Ну, только рано или поздно его, конечно, тоже экспроприируют, но дрессированные хомячки этого не понимают. Но почему на это пошел Бастрыкин? Он что, самоубийца политический? Я не знаю. Видимо, вот Зюганов тут комментировал вступление президента перед аудиторией. «Ответы на вопросы граждан». Он сказал, что если ничего не изменится, то один из трех вариантов. Война, революция или диктатура. Зюганов произнес слово «революция». Ну, прям, я не слышал этого, но вы меня заинтриговали. Специально найду, потому что услышать слово «революция» из уст у Зюганова – это дорогого стоит. Потому что, ну, прошедшие годы как бы показывали, что он против такого сценария. Нет, а может быть, он и не собирается ничего устраивать. Это будет помимо воли и желания. Понятно, понятно. То есть, он констатирует, как… Может, это будет просто бунт. Тут можно спорить о терминах. Но ощущение он передал достаточно точно. Что, в общем-то, это до бесконечности продолжаться не может. И будет какой-то взрыв, который приведет к изменению всего социального, политического порядка в стране. Владимир Юрьевич, ну вот, понятно, что в России идут сложные процессы. И социальные, экономические, финансовые. Я бы даже сказал, цивилизационные. Но ведь и в мире-то не все так просто, и не все так обычно. Вот мы в наших программах много говорили о судном проценте. О том, что судный процент имеет смысл ровно до тех пор, пока экономика расширяется, рынки сбыта продукции растут и развиваются переезжающими темпами. Когда, грубо говоря, планета Земля бесконечна, рынки бесконечны, число людей бесконечны. И, собственно, судный процент обеспечивает этот рост. Как только количество потенциальных потребителей и размер рынков стагнирует, фиксируется, то судный процент начинает перемалывать тех, кто менее эффективен. И постепенно, постепенно выжимая, что называется, квинтэссенцию. Самыми эффективными оказываются финансовые махинаторы. То есть судный процент делает финансовые операции самыми выгодными. Потому что не надо покупать станки и так далее, и так далее. Достаточно просто гонять нолики, циферки туда, и ты эффективен. Это привело к тому, что началась стагнация в промышленности не только в России, но и в других странах. В том же Китае мы фиксируем, многие специалисты, замедление производственного промышленного роста. Ну, пока замедление, но роста. В некоторых местах, таких как Россия, там уже речь идет не о росте, а об ускорении спада. Ну, вот судный процент. Мы уже говорили, что проблема даже не в самом судном проценте, а в способе его присвоения. В том, что есть частное, есть общественное присвоение. Если общественное, то вот эту лихву можно как-то перераспределять и возвращать обратно в экономику, тем самым замыкая вот этот контур. А частный потребитель, он не может, что называется, потребить столько, сколько продуцирует судный процент. Разрыв между производственным потреблением, как говорил классик, да. Так вот, в этой связи мы подходим к тому, что судный процент и финансово-экономическая схема, построенная на нем, она подошла к своему логическому пределу. Вот что будет за этим? Гизелевские деньги? Что будет за этим, я не знаю. Я не пророк. Безусловно, что мир находится на грани каких-то серьезнейших перестроек. Не помню, в этой аудитории или в какой-то другой я приводил слова Паисия Святогорского. Он канонизирован сейчас. Это известный старец Афонской горы. Он говорил, что сейчас читаешь священное писание, как газету. Вот я, например, читаю апокалипсис, как газету читаю, действительно. То есть, там все прописано. И главное, что там я вижу вот события сегодняшнего дня. То есть, это действительно последние времена истории. То есть, судный процент доведет до судного дня? Да, собственно говоря, в апокалипсисе написано о том, что все это закончится крахом мировой системы, прежде всего Соединенных Штатов. Потому что образ Соединенных Штатов там выведен в образ... Соединенные Штаты хоронили, по-моему, ну, тысячу, сто тысяч, пятьсот раз. И продолжают хоронить каждый день. Но они живее всех живых, тем не менее. Ну, я хочу сказать, что тогда я хочу вспомнить старца Филофея, который сказал, два Рима пали, Москва третий Рим, а четвертому не бывать. Если падет Россия, то и мир падет. Для меня, собственно, это настолько очевидные вещи. И это вещи, которые, я бы сказал, не столько рационально постигаются, сколько они постигаются некой интуицией. А это интуиция, безусловно. Ну, давайте все-таки вернемся к судному проценту. И вы, как экономист, все-таки предположите. Вот судный процент перестал работать. Есть такие метафизические вопросы, что будет дальше. А я хочу спуститься немножко на три ступеньки ниже. А вот перестала работать судный процент, перестала работать ямайская финансовая система в силу исчерпания ее возможностей. Вот на ваш взгляд, а что может предложить современная экономическая мысль? Какие схемы? А какую мысль говорить? Ну, столько у нас нобелевских лауреатов. Вы меня пугаете. Мы, по-моему, уже разобрались, что это такое. Что это не наука. Что это не наука. Это, собственно говоря. Ну, нобелевских лауреатов-то по экономике у нас много. И что, некому сформулировать новую парадигму? Вы меня не пугайте, пожалуйста. Я думал, что вы уже все разобрались. А я разобрался. Или вы меня провоцируете. Я вас провоцирую. Нет, ребята. На самом деле, конечно, если кого и не надо слушать, то нобелевских лауреатов. Потому что их назначают для того, чтобы потом можно было ретранслировать и усиливать те, будем так говорить, идеологемы, которые вложили в их устах хозяева денег. Они просто инструмент ретранслирования. Ну, что будут делать хозяева денег? Ну, вот все. Все, вот подошло к концу. Дальше что? В любом учебнике правильно написано, что деньги – это историческая категория. И обычно вот в этом абзаце учебника говорят, что были времена, когда первобытные люди осуществляли случайный обмен избыточными продуктами труда. А потом, значит, это стал регулярный обмен, и появились деньги. Потому что из мира товаров выделился эквивалент. Вот все это описано хорошо. Но почему-то авторы учебников не говорят о том, что деньги могут исчезнуть. В какой-то момент они исчезнут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 и России будут выполнять совершенно другие функции – учета и контроля. Ну, в данном случае, наверное, он ничего не придумал, он просто, видимо, воспроизводил идеи Рудольфа Гильфердинга, знаменитая работа «Финанский капитал». А Рудольф Гильфердин говорил, что в 20 веке явно уже наблюдаются процессы, когда денежный банский капитал занимает более доминирующие позиции по отношению к промышленному и товарному. Сегодня прошло столетие, мы видим, что это не просто уже доминирующее, а сверхдоминирующее положение банковского капитала. Соответственно, Рудольф Гильфердин говорит, это здорово, хотя он был социалистом. Он говорил, это здорово, потому что банки, они, видите, контролируют всю ситуацию в экономике. Они все знают наперед. Не будет никаких кризисов перепроизводства, не будет никаких войн, потому что там все будет поделено, банки обо всем договорятся, будет центральный банк, который все будет это дело распределять, контролировать и так далее. И не будут никаких социальных протестов. Банки позаботятся об этом. Это все утопия. Это не утопия. Это не утопия. Это, я бы сказал, действительно. Вы меня спрашиваете? Вот я вам рассказываю. Рудольф Гильфердинг это еще в 1908 году все написал. Это теория организованного капитализма. Банки полностью поменяют свои функции. Это будут учеты, инструменты учета и контроля. Деньги уже не нужны. Деньги уже не нужны. То есть это такие надсмотрщики в концлагере? Конечно. А для того, чтобы люди не уходили в НАЛ, потому что банки неинтересны уже с точки зрения процентов, для этого надо одновременно провести реформы по ликвидации наличных денег. И вот тогда все оказывается... Провести террористические акты и сказать, что запрещение НАЛа – это борьба с терроризмом. Это уже детали. Технические моменты, как это все сделать. И многие страны уже к этому стремятся. Швеция говорит, что они это сделают в ближайшие три года. Дана команда от хозяев денег, и все остальные землю роют. Вы придите в Швецию, в какой-нибудь магазин. Вы там за наличные деньги уже ничего не приобретете. Вот я, предположим, где-то год назад платил за мобильный телефон. У нас была там рядом с моим домом касса, где я платил там деньги. Потом через некоторое время сказали, что мы больше не работаем таким образом. Пользуйтесь там банкоматами. Вот, значит, туда деньги загоняете. Какие-то специальные банкоматы без комиссии. Теперь, значит, стоит Киви. Киви говорит, да, можно платить. Там надпись, но 3% комиссии. То есть, понимаете, все. Нас загоняет вот в этот безнальный мир. А безнальный мир – это электронно-банский концлагерь. Когда тебя можно вычерпнуть одним кликом. Конечно, все это написано. Последние книги священного писания. Ну, то есть, читаем апокалипсис как газету, как сводку новостей. Хорошо. Но, Валентин Юрьевич, все-таки, вот мы говорим о том, что нас загоняют вот эти нехорошие хозяева денег в банковский концлагерь. Но в этом очень важна роль самих банков. Вот сегодня мы в рамках работы над нашим новым фильмом, документальным расследованием по банкстерам, так называемым, и рейдерам, об их связке. Я хочу сказать нашим зрителям, что в конце мая мы планируем выпустить новый фильм, в котором мы расскажем, как происходит слияние банков и рейдеров в едином порыве за нашими деньгами и собственностью. Но сегодня все-таки я хотел бы вот какой момент затронуть. Раз происходит то, что банки становятся вот этими надсмотрщиками, что это никто не понимает, они же становятся хозяевами страны. Мы теряем суверенитет. Неужели исполнительная власть идет на то, что отдает все в их руки? Грубо говоря, Путин, ФСБ... Она куплена уже. А, то есть банки-надсмотрщики дали им пайку побольше. Понимаете, после Второй мировой войны выстроились такие отношения между государством и частным бизнесом, что частный бизнес оказался уже над государством. А в структуре частного бизнеса, безусловно, еще раз повторюсь, приоритетное и сверхприоритетное место принадлежит банкам. Поэтому фактически, если там еще в советское время мы в учебниках политэкономии читали государственно-монополистический капитализм, то теперь я бы так сказал государственно-банковский капитализм. Но на первое место я поставил бы банки. Банковский государственный капитализм. Безусловно, безусловно. Посмотрите на примере Соединенных Штатов. Кто кем управляет? Белый дом управляет федеральный визитерный. Подождите, что у нас Греф управляет Путиным или Путин Грефом? У нас Костин управляет Путиным или Путин Костиным? Они просто элементы некой вертикали, но над ними еще очень много этажей. Поэтому это не так принципиально важно, потому что... То есть это куклы, нитки от которых идут к одной руке? Конечно. Поэтому я вот... Не погружаюсь в эти схоластические разговоры, кто над кем в России, потому что Россия, к сожалению, сегодня находится на положении вассала, полуколония. И в основном инструменты управления Россией это даже не дипломатические, не политические, а именно финансовые. И приводной ремень здесь это... Или приводная связка это Федеральная резервная система, Центральный банк Российской Федерации. Валентин Юрьевич, но тем не менее, вот мы хоть базируемся на серьезных выкладках, мы стараемся не опускаться до конспирологии. Хотя намеки, конечно... А что такое конспирология? Давайте разберем. С конспирологией это, грубо говоря, конспирация. Тайна. Я вообще не представляю, что есть в банском мире, что не было бы тайной. Понятно. Значит, они все конспирологи. Поэтому, вы знаете, это клише, которое запустили хозяева денег для того, чтобы мы не обсуждали эти вопросы. Хорошо. Я все-таки вот... Мы затрагивали в одной из наших программ такую тему, в общем-то, она напрямую никак не связана с финансами. Это тему геологии. Геологии это, прежде всего, вот проблем, которые сейчас сейсмически наблюдаются по всему миру. Это землетрясения в Японии, в Эквадоре. И большая угроза катастрофического землетрясения на западном побережье США. Потому что они все относятся к Тихоокеанской плите. И тем более прецеденты такие были. Когда сначала происходило в Японии землетрясение, потом в Эквадоре и потом в Северной Америке. То есть, как бы вот так по кольцу вот эта сейсмическая нестабильность проходила. И происходили достаточно серьезные землетрясения. Но в последнее время проблема эта усугубляется тем, что на территории США есть ряд геологических образований. Такие как Кальдера, Лангуэли, Йеллоустон. Которые, в общем-то, находятся в подкритичном состоянии. То есть, они еще ничего там не происходят. И предпосылок для этого нет. Но если произойдет сильное некое сейсмическое событие, возможны серьезные последствия. Которые в конечном итоге приведут к тому, что доллар и то, чем располагают хозяева денег, вот этот приводной ремень, в котором они пытаются построить весь этот мировой концлагерь, просто рухнет за несколько минут. Ну, сами понимаете, если происходит такое тектоническое во всех смыслах событие, то с финансовыми рынками это вызовет соответствующее. Ну, опять-таки, мы вспоминаем с вами апокалипсис. Там уже никаких вариантов наводнения, мирового потопа не предусматривается. Там в основном все попаляется огнем. Уж какой это огонь? То ли это термоядерное оружие, то ли это извержение вулканов. Но там, собственно говоря, будем так говорить, орудие божественной кары – это именно огонь. Так что все опять, понимаете, вот как газету читаешь. Да, ну, в данном случае мы читаем апокалипсис как прогноз погоды на ближайшие годы, может быть, месяцы. Но тем не менее… На последние, я бы сказал. Не на ближайшие, а на последние. Да, оптимизм у вас так и пробивается такой мрачный. Ну, для того, чтобы мы как-то все-таки собрались. Но, предположим, вот произошла какая-то вот такая, не обязательно геологически, еще какая-то сверхординарная ситуация, в которой доллар перестал существовать, ну, в той или иной мере. Вот в этой ситуации освободится ли Россия, другие страны? Есть ли возможность создать какую-то другую систему? И как она может быть? Может быть, будет мультивалютная система, которая была до эпохи глобализации? Нет, нет, это все уже от лукавого. Никаких уже не мультивалютных, ничего не будет. Что, одевать белые на кладбище ползти? Ничего подобного. А что делать? А почитайте апокалипсис. На следующий раз мы с вами продолжим эту тему. Там есть слова «стан верных» и «город любимых» или «любимый». То есть, просто вот там описано, Россия ведь имеет определенную историческую миссию. Я вот в этих словах считаю, что это и будет тот самый «стан верных». Ноев Ковчег? Нет. Ну, можно образно сказать, но Ноев Ковчег, он был на волнах, а это вот, будем так говорить, это некая, будем так говорить, последняя крепость земной человеческой истории. И вы верите в то, что те марионетки, которые сейчас выполняют роль хозяев денег, станут кормчими? На короткий миг. Опять там все написано, на короткий миг. А потом? А потом? А потом, собственно говоря, зверь будет потоплен в этом огненном озере. Вместе со всеми его сатрапами, да, вместе с его сатрапами. Виллами и офшорами. Ну, я понимаю, что это образный язык, но надо уметь читать эти газеты. Ну, вы знаете, в советские времена умели читать между строк. В наше время надо уметь читать между мыслей. То есть умный человек отличается тем от поверхностного, тем, что он может увидеть второй смысл, который зачастую важнее тех слов, которые прозвучали в качестве первого смысла. Второй смысл зачастую более информативен и более важен для того, чтобы понять, каким будет будущее. Наши программы зачастую пронизаны вторым смыслом, контекстом скрытым, который невербально, но передает главное. Главное для того, чтобы мы выжили и мы оставались людьми, не были под пятой зверя. Оставайтесь с нами и читайте вторые смыслы. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!